Здравствуйте! Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Приветствуйте самого важного гостя. Это Святой Дух. Ответьте мне на один вопрос. Что бы вы сделали, если бы Господь повелел вам жестоко избить вашего ближнего? Узнайте, что сделал мой гость. Об этом вы узнаете от него. Скоро. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Роб, вы пророк со стажем. Когда вам было 22 года, Небесный Отец дал вам пророчество. Это слово очень сильно изменило вашу жизнь. Сид, я не искал Бога. Если сказать откровенно, то это Он искал меня. У меня был бизнес. Я посещал Академию художеств Сан-Франциско. Я проходил курс искусства общения. Чтобы стать фотографом, не нужно быть оратором. Я шел на этот курс и думал, это не для меня. Профессор просил нас выступать на сцене с речью. Занятия длились по три часа. Поверьте, это была пытка. Он просил меня выступать. Он говорил, сделай презентацию. Стоя перед классом, я заикался и запинался. Учитель говорил, садись. Двойка. Я расстраивался и садился. Потом Бог проговорил мне через него же. Он посмотрел на меня и увидел во мне то, чего не видел я. Учитель не был исполнен Духом, но он сказал Божьим Духом. Он, как Валаам, передал мне Слово Бога, и оно навсегда изменило меня. Он подошел ко мне и сказал мне эти слова. Вот что он мне сказал. Мистер Роберт Санчес, вы самый одаренный оратор в этом классе. А потом просто сел. А как он узнал это? Я не знаю, ведь я запинался и считал, что я не окончу этот курс. Учитель не остановился на этом. Он сделал второй шаг. Он сказал, по сути дела, ты 10 лет работаешь фотографом. Ты стал на перепуте. Ты отложишь свое оборудование. Ты никогда не вернешься к старой работе. Он сказал это. И я начал считать. Профессор сказал о следующих двух-трех годах моей жизни. Я учился на втором курсе в Академии Искусств. Я узнал, что я не окончу Академию. Я подумал, что он сошел с ума. Он сделал то, из-за чего я подумал, что он съехал с катушек. Профессор показал мне и ткнул мне пальцем в лицо. Он хотел кое-что подчеркнуть. Этот профессор сказал мне, он сделал вот так, и ткнул меня. Он сказал, на самом деле, ты кто-то вроде прорицателя. Я не знал, что прорицатель — это и есть пророк. Он сказал, ты благовестник. Страны будут искать тебя, потому что в твоем сердце есть послание от Бога. Он не сказал, так говорит Бог. Он не сказал ничего. И на тот момент я просто не согласился с этим. Скажем так, я не принял его слова. Расскажите о том, как сестра привела вас в церковь. Моя сестра сказала мне, дорогой, сделай мне одолжение. Потом она сказала, пойдем со мной в церковь. Сид, я согласился сходить туда. Хотя я ходил в церковь лишь в Рождество и на Пасху. Я считал себя хорошим, но я нуждался во спасении. В то мгновение, когда она пригласила меня в церковь, я согласился и пришел туда. Мы сели с сестрой на красивую скамью. После этого моя сестра сказала мне, я скоро вернусь. Она посадила меня на скамью, отошла назад и начала молиться. Она просила Бога прийти ко мне и изменить меня. Меня начало трясти. Бог явил свою славу. Я подумал, надо выбираться из этого ада. Мне надо выбираться отсюда. Вот так я считал тогда. Бог освободил меня от моего ада. Я сел, и на меня сошла слава. Потом я наклонился. Сразу после этого я начал плакать и рыдать. Я не знал, что я делал. Просто не представлял. Я сказал, Боже, если ты есть, то прошу тебя, спаси меня. Никто не возложил руки на меня и не проповедовал мне тогда. Бог сам освободил меня своей рукою. Потом меня не приглашали в церковь. Я сам начал посещать церковь два раза в неделю. Я изменился. Меня пригласили на собрание в Южную Калифорнию. Мое сердце твердило мне. А что стало с вашей карьерой, фотографом? Это чудо. Это произошло неожиданно. Итак, внутри я слышал, обязательно посети это собрание. Пастор проповедовал на тему «Положи своего Исаака на алтарь». Он сказал церкви, сегодня мы с вами возложим своих Исааков на алтарь. У нас будет не совсем обычное собрание. Мы возьмем ваши приношения и зададим вопросы по темам Библии. Мы отдадим их тому, кто даст ответы на них. Мы будем верить в то, что это сделал Бог. У меня в кармане были деньги. Я сказал, да, Боже, я отдал их. И Бог спросил, а ты любишь меня? Я сказал, люблю всем сердцем. И отдал 50 долларов. У меня было мало денег. Бог сказал, отдай мне фотоаппарат. Отдай его мне. Мимо меня несли корзину для приношения. Я боролся с Богом. Вы когда-нибудь боролись со Святым Духом? Я сказал, Боже, конечно же, я люблю тебя. Я записал сумму на конверте и бросил в корзину. Бог обратился ко мне. Когда корзину уносили, Господь сказал, а ты любишь меня? Я только что отдал тебе фотоаппарат. Неужели ты не понимаешь, что я действительно люблю тебя? Ведь я отдал тебе самое дорогое, что у меня есть. Господь ответил, отдай мне все свое оборудование. И фотоаппарат, и световое оборудование также. Я ответил ему, ну хорошо. А как же тогда вы будете зарабатывать? Бог хотел именно этого. Бог хотел, чтобы не работа. А он стал моим Богом. Он хотел, чтобы мое восприятие из себя изменилось. Чтобы я стал тем, кем он определил мне быть. Я отдал ему всю аппаратуру. Я начал рассуждать, Господь, это лишь тест. Ты позволяешь мне ответить на обычный библейский вопрос. Я был в полном восторге, потому что я поступил по Библии. Я считал, что я хорошо знаю истину. И я поднял руку. Пастор сказал, кто-то отдал фотоаппарат. Это удивительно. Он отдал всю свою аппаратуру. Это чудесное семя пожертвования. Здесь фотоаппарат. А теперь я задам всем вам трудный вопрос. Сид, вы понимаете? Я помню вопрос того пастора до сих пор. Я знаю ответ на него. Я не знал его. Пастор спросил, назовите двух людей в Библии, которые отдали другим своих жен. Когда он сказал это, мое сердце растаяло, и руки опустились. Какая-то прихожанка начала прыгать. Я знаю ответ. Она все кричала и кричала. Я знаю ответ. Пастор спросил, ну, кто это? Она сказала, это Самсон и Давид. И он ответил, вы правы. Не вы знали ответ, а она, да. Вот это да. Пастор спросил, кто тот юноша, который пожертвовал фотоаппарат? Я поднял руку. Я плакал. Он привел меня к плачущей сестре. Та сестра плакала слезами радости. Я плакал, ведь я отдал Богу то, чем дорожил. Тогда пастор задал сестре вопрос, почему вы плачете? Она ответила, Господь Бог так благ ко мне. Бог так благ. А почему он благ? Она ответила, я учитель английского. Я готовлюсь к миссии. Летом я буду в Монголии. Дело в том, что я бывала в отделе фотосъемки в школе, где я работаю. Каждый день в обед я проходила мимо этого отдела. Я клала свою руку на дверную табличку и говорила, Бог даст мне фотооборудование. Я буду делать замечательные фотографии во славу его. Я буду публиковать отчеты спонсорам. И вот теперь он у меня есть. Вы были благословлены, хотя вы не знали об этом. Она получила благословение также, а между прочим, вы проявили недюжинное послушание. Вы подчинились Богу опять. Еще раз. Хотя это было трудно. Расскажите нам о кафедре. Ну вот, я не забуду этого. Я был юн и провозглашал, прояви свою силу. Я буду верен тебе. Я буду слушать тебя. И Бог поместил меня в тесные обстоятельства. Так ты становишься более послушным. Я был в штате Вашингтон, и там я служил в церкви. Я не забуду слава Господа. Я проповедовал. Господь сказал пророчество. Иди и опрокинь эту кафедру сейчас. Боже, я не буду этого делать. Все скажут, он псих. Сид, Святой Дух Господа побуждал меня сделать это. Я сказал, мне страшно. Я помню, как я вернулся в свою комнату. Я плакал. Я сказал, Боже, дай мне шанс. Господь сказал, не бойся людей. На следующий день я служил в силе Господа. Я схватился за кафедру. Я пророчествовал. Я схватился за кафедру. Я раскачал ее сильно, опрокинул, и она упала. Верхняя часть той кафедры отломилась от подставки. Но служение не закончилось. Я схватил кувшин с водой и залил ею церковный алтарь. Я залил ей кафедру. Я пророчествовал. Я сказал, Дух Господа несет нам обновление. Божья река потечет от алтаря. Бог исцелит землю. Он спасет людей. Он изменит этот дом. Я обрызгал водой все. Я обрызгал людей на первом ряду. Кафедра и алтарь стали влажными. В конце собрания люди общались. Они пригласили меня. Пастор спросил, было ли это действие от Бога. К нему подошел церковный старейшина и сказал, Мне нужно переговорить с вами. Они отошли. Старейшина сказал пастору, Когда Роберт шел к кафедре, я хотел остановить его и сказать, Это не от Бога. Не делай этого. Он сказал, но Господь открыл мне глаза. Я увидел, как цепи упали с нашей церкви. Он сказал, я видел уход духов и падение от цепей, которые держали нас в рабстве. Когда вы разлили воду, я увидел, как засияла Божья слава. Он сказал, пастор, я услышал это слово от Бога. Я видел это. После этого тамошняя церковь поверила в данное слово. Мы помолились. После этого в общину пришло божественное пробуждение. Их духовное рабство закончилось. Бог явил свою силу. А вот так одним странным, казалось бы, на первый взгляд поступком послушания мы изменили вместе с Духом Святым эту замечательную церковь. Скоро мы с Робертом вернемся к вам. Когда мы вернемся к вам, я попрошу Роберта высвободить пророчество для вас. Я верю в то, что слово, изменившее ту церковь, изменит и вас. Из вашей жизни уйдут болезни, боль и все то, что сейчас создает вам неудобство. Он расскажет о вашем будущем также. Так что будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Роб, вы рассказываете о радикальном послушании Богу, которое зачастую удивляет окружающих. Расскажите нам об этом. Ну вот опять. Я не забуду этого. И я никогда этого не забуду. Я был в Сионе. Я участвовал в конференции в воскресенье. Все выходили на улицу после собрания. Ожидая людей, я медлил. Один юноша стоял в 20 метрах от меня. Он помахал мне и сказал «Пока, Роб». Я ответил ему «Пока». Он сказал «До встречи». Я устаивался на него. Я посмотрел на него и закричал «Больше никогда!» Ты слышишь? «Больше никогда!» Я не хотел сам этого делать. Я сделал нечто невообразимое. После я побежал на него, как бык, на красную тряпку. Потом я сжал свои кулаки. Вы думали о том, что вы делаете? Я действовал, и на этом все. Это было сверхъестественно и неожиданно. И так я никогда и ни с кем не дрался, но после спасения я слушал Бога. Я подбежал к этому мужчине и заехал ему кулаком по щеке. Довольно-таки крепко заехал, я скажу вам. Вы знаете, я ударил этого парня по крайней мере четыре раза. Бог сошел на него. Он еле держался на ногах. Но и это еще не все. Дальше было больше. На меня что-то сошло. И потом я запрыгнул на него. Вы пересмотрели вестерны? Я прыгнул на него и крепко обнял его, как любящий отец. Я пророчествовал ему. Эти слова проникли в его сердце. Я боролся с ним, смотря в глаза. Я сказал ему, никогда. Никогда не бери нечистые вещи. Больше никогда у тебя не будет снов, где ты страдал в детстве. Больше никогда ты не возьмешь в руки то, что губит и убивает твое тело. Дух Бога говорит, я пришел освободить тебя. И тут я перестал пророчествовать. Я встал. И первое, что я подумал, так это... Ну что ж... Теперь-то меня точно посадят. А Бог ответил, нет. Я спросил, Господь, почему ты делаешь такие вещи со мной? Господь Бог сказал, жизнь этого человека превратилась в сущий ад. Но сегодня я спас этого парня. В тот момент я попросил лидеров и также старейшин поговорить с пастором этого брата. Мы спустились. Я сказал пастору, можно мне поговорить с вами? Что с вами такое? Знаете, у меня была помятая рубашка. Я весь вспотел. Пальцы были в крови. Я открыл свой рот, а он ответил мне, говорите, говорите. Я вроде как подрался с членом вашей общины. И с кем же, позвольте полюбопытствовать? Я не расслышал его имени. А как он выглядит? Его рост метр восемьдесят. Этот брат довольно грузный человек. И пастор ответил, хорошо, я знаю, кто это. Я сказал, а почему же это хорошо? Пастор ответил мне так. Бог послужил ему через вас, чтобы дать ему то, что ему нужно. Я не мог это дать. Бог призвал меня любить его. Бог любит его. Он дал ему то, что ему было нужно. Он рассказал о нем. Тот человек до сих пор посещает церковь. Он стал старейшиной. Он носит ту одежду в память о том, что было в тот день. Так что Бог спас его радикально и освободил его могущественно. Вот как славно это было. Вы понимаете, не каждый верующий призван стать пророком. Есть пятигранное служение, как у роба. При этом Библия говорит, все вы можете пророчествовать. Вы говорите, что само по себе пророчество — это, в общем-то, не сложно. Если вы христианин, то вам по силам это объясните, как же и нам научиться пророчествовать. Мой любимый стих Библии — это стих из Откровения. «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Я попросил Господа разъяснить мне смысл стиха. Он повелел мне учить людей свидетельствовать. «Когда вы делаете это, говорите о Христе, действует дух пророчества». Учит церковь ободрять людей Святым Писанием. Это несложно. Научить тех, кто не пророчествует, записывать стихи на карточках и раздавать их близким. Из ответов людей я понял, что они не пророчествуют. Я спросил, а вы когда-нибудь записывали стихи на карточке и раздавали их своим близким, семье, в виде СМС? Да, вы правы. Я спрашивал, вы вспоминали стих из Библии во время молитвы за людей? Это дух пророчества. Я спрашивал, вы говорите стихи из Библии людям с уверенностью? Они сказали, да. Я ответил, это проявление духа пророчества. Когда люди читают Писание, им нужно произносить стихи вслух. Цитируй и читай стихи вслух. Это не совпадение. Вы уже делаете это, но поняли это только лишь сегодня. Вы правы. Пророчество — это легко. Пророчество — это не всегда слова «так говорит Господь». Все пророки говорят, но не все, кто пророчествует, — это пророки. Бог действует через обычных верующих, у которых дух пророчества. Это Христос в них. Он открывает их уста. Мало кто из нас понимает учение Библии об излиянии Божьего Духа на всякую плоть. Господь Бог действует через обычных людей, вроде меня, чтобы кто-то услышал слово, меняющее судьбу. Пожалуйста, дайте пророчество нашим телезрителям. Бог обязательно поведет вас и покажет всякую правду. Не надо бить меня, пожалуйста. Просто ваше незавидное положение созвучно с 12 главой Деяния апостолов. Вы оказались в духовном рабстве, или вы оказались в стесненных обстоятельствах, как Петр в тюрьме. Господь Бог дает вам ангела. Он дает вам силу встать. Твои оковы падут, и дверь тюрьмы откроется. Я приведу тебя к воротам. Бог говорит, «Я использую Дух пророчества в тебе, чтобы открыть ворота города для твоей семьи и твоих близких. Ты скажешь им слово, и они освободятся». Я слышу в Духе этом. Господь начнет пророчествовать через вас. Я помолюсь о всех вас. Отец, я молюсь за тех, кто слышит пророческий Дух. Дай им смелость открывать уста и провозглашать о том, что ты дал им в твоем Писании. Пусть они ободряют и наставляют ближних. Я молюсь о будущих провидцах и пророках, призванных тобой. Господь, они слышат меня сейчас. Пусть в их духе откроется источник. Пусть их глаза видят ясно, а чешуя спадет. Пусть они войдут в свое призвание. Пусть они слушают тебя всегда. Пусть они верят тебе и станут теми, кем ты определил их стать. Высвободи это в атмосферу и в свой дух. Я молился во имя Господа Иисуса Христа. Смотрите в следующем выпуске. Я Уоррен Маркус. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске передачи Сида. Вы услышите молитву, которой молился сам Господь. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров, благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ, когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране.